Мы вместе с компанией Epic Games 14 мая запустили конкурс всероссийский, всенародный, всемогущий конкурс разработчиков игр на Unreal Engine. И сегодня вместе с Олесей Примакиной и Алексеем Савченко с сотрудниками при исполнении мы будем отвечать на базовые и не очень базовые, замысловатые и просто дурацкие вопросы. Поэтому если у вас есть такие, вы тоже обязательно пишите. Давайте поговорим о том, кто будет, просто так вот сразу, о том, кто будет в этом году принимать решение. Сталин в этом году не смотрит игры. Я думаю, что он смотрит. А, нет, не смотрит, не смотрит. Он выставил вместо себя хрупкую, но очень профессиональную девушку, которая занимает позицию, по-моему, ведущего дизайнера в Кефире. Но я думаю, что Леша, как и другие члены команды, заинтересованные посмотрят на те проекты, которые пришлют наши конкурсанты. Кефир, конечно же, МРГВ очень сильно поддерживает в этом году. MyGames в целом. Кто у нас там еще хороший? Ребята из Wargaming, 1С. Гайдзин. Гайдзины. У нас, что особенно радостно видеть, это, кстати, о отличиях по сравнению с прошлым годом. У нас сильно выросло количество участников, спонсоров среди представителей мобильной разработки. То есть это Белка Геймс, Майтона, Аба Геймс, Эрпрессин Геймс. То есть такие достаточно крупные, заметные игроки на рынке, которые раньше не показывали открытую свою заинтересованность в Unreal и к играм на движке. Но в этом году, видимо, это изменится, что очень приятно. 15 июля мы открываем страницу, мы называем это витриной среди себя. Окей, пусть будет и среди всех тоже. Мы открываем витрину с играми, которые... Ну, не 15 июля. Давайте так, давайте так. 15 июля у нас закрывается прием заявок. Закрывается прием заявок, да. Слушайте, а давайте про ржаку. Давайте всех. До ржаки, до ржаки официальная часть должна закончиться, конечно, призывом кликнуть на ссылку и посмотреть. Но смотреть там пока что нечего, кроме вводного видоса, который рассказывает, что кого и что здесь будет происходить и как. Но если вы разработчик, то вам надо просто срочно идти и заполнять форму и подавать заявку. Для всех остальных интересный контент начнется после 15 июля, когда закончится сбор заявок, и мы сделаем первый отсев. Так вот, пролетает Иван Слесарь мимо конкурса и такой, а-а-а, да вчера анонсировали Unreal Engine 5. Че вы тут на Unreal Engine 4-то будете конкурсы делать? Лохи с ударением на И. Насколько лохи, насколько сложно, ну, то есть в базовых терминах, вот для людей, которые мало в этом понимают, как я, анонсировано Unreal Engine 5. У меня игра на Unreal Engine 4. Насколько много усилий мне нужно применить для того, чтобы переехать на новейшую технологию? Как это было, например, с Unreal Engine 3 и с Unreal Engine 4? Что изменилось в механиках перехода с старого движка на текущий? И как это будет происходить в рамках перехода с текущего на новейший? Ну, нет, там не стоит сравнивать, потому что Unreal Engine 3 и Unreal Engine 4-то были две, в общем-то, ну, разные технологии. Вот, а в этом конкретном случае с четверкой и пятеркой, там есть форвард-совместимость. Ну, то есть переход с четвертого на пятый движок пройдет, ну, как какое-то количество апдейтов, как будто бы случилось одновременно. Я бы такую аналогию привел. Вы как-то поспособствуете вообще, помогаете? Есть такая традиция, помочь разработчикам переехать с технологии на технологию. Помочь освободиться. Расскажи, пожалуйста, как это у вас устроено. Программа лояльности. Карта Epic есть? Нет, надеюсь, хорошая. Ну, или есть, возможно, она секретная. Как в Магните, знаешь, там можно квартиру выиграть. Такой, карта лояльности Epic, но говорить о ней нельзя. Да, но, слушай, ну, если серьезно, у нас же есть, как бы, ну, типа базовая лицензия, там известная, которая в интернете, которую сейчас еще поменяли условия, если вы разрабатываете игру, и она начинает продаваться, и зарабатывает игра первый миллион, там нет никаких ни роутей, ни отчислений, то есть она вообще условно бесплатная. То есть только после того, как игра заработала первый миллион, только после этого, там, у нас есть 5% отчисления в нашу сторону. И то, если в квартал больше 10 тысяч на продавали после этого. Вот, то есть и по переходу с одной технологии на вторую, ну, обычно подготавливается какое-то количество документации, ресурсов, плюс у нас есть саппорт, который содействует разработчикам, ну, перейти с одной, с одного теха на вторую. Медовый кот пишет, ждем Инди на UE5, хочется взять и UE5 в 2023, а потом уже и большие игры. Я не очень понимаю логику, но ждем, безусловно, очень. Ну, нет, нет, логика, я понимаю даже, почему такой комментарий, потому что одна из нашумевших новостей в интернете о том, что Анрил 5 из вот всех новостей, он там анонсированы две большие киллер-фичи, там, Люмин и Нанит, они называются. Первая, это система производства контента и рендеринг сама, вторая, вторая, это система освещения новая. И вот то, как это подано и обсуждается в интернете, знаешь, так аккуратно рассказываю, звучит так, что стоимость производства очень крутого контента, моделек, там, ландшафтов и так далее для инди-девелоперов сильно упадет. И все предпосылки для этого есть. Например, вот после того, как мы, как в дружную семью Epic присоединилась компания Quixel, например, которая делает мегасканы. Мегасканы – это такие ультрадетализированные ландшафты. Это то, что Джон Кармак придумал, насколько я понимаю, да? Вот это вот как там, супер-текстура или что-то? Ну, совсем-то не совсем. Там оно немножко по-другому все-таки работает. Но суть такая, что вот эти мегасканы лицензировались до этого за всякие там дурные бабки. А сейчас, если ты пользуешься Unreal, то вот вся эта библиотека, она бесплатна, например. И ты можешь, будучи инди-девелопером, пойти там все это слить к себе, вставлять свою игруху, будет выглядеть зашибись. То есть вот, и таких тенденций и субпроектов много. Поэтому я думаю, что инди-разработчики, они смогут получить доступ к гораздо большему количеству ресурсов бесплатных, которые позволят делать более крутые игры. Замечательно. Джаха спрашивает, почему так мало литературы по Unreal? По Unity книг полно. И это, кстати, правда. Книгу по Unity можно найти в магазине с Raka Books на районе, типа. А по Unreal приходится тебе звонить. Ну или тебе. Ну или вот как сейчас. Кому-нибудь звонить, да. Да нет, но мы исправляем ситуацию. Вот я хотел бы сказать, что мы понимаем эту тему. И мы начали очень плотно работать с издательством Bambora, которое импринт Expo, известный. То есть импринт издательства, которое работает под Expo, занимается технической и научно-популярной литературой. И две книжки про Unreal уже переведены. Одна это Unreal с 24 часа и VR там Unreal для чайников условно. И несколько книжек в обсуждении еще для перевода. То есть мы постепенно... Unreal с 2 в работе, да. Одна переводится, две пишутся сразу на русском. Поэтому мы, конечно, тоже заинтересованы, чтобы литература становилась больше. Чтобы как можно больше разработчиков имели доступ к этому всему, могли изучать, пробовать и так далее. Поэтому мы идем к тому, что все больше материала будет тратифицироваться, либо писаться оригинально здесь. Так что вопрос понятен, и мы занимаемся. Ну, мы как команда все. Так, давайте вернемся немножко к конкурсу. Смотрите, в этом году я получил несколько вопросов на тему... От тех, кто участвовал в прошлом году. На тему того, можно ли снова податься. Потому что, типа, ну, мы же там даже что-то получили, а игра все еще не вышла. И вот, например, с Хадисом мы разговаривали, это один из авторов игры, Дизельганс. В итоге они подались. Он что-то... Он как-то там скромничал и прочее. Но в итоге уговорили Дизельганс податься. Потому что, на мой взгляд, Дизельганс должна, если не победить еще раз, то хотя бы светануться перед этими жюри. И оперировал я простую историю. У нас новое жюри, из старого жюри, у нас только Рафаэль Калантонио. Вы никому не мозолите глаза, чуваки. И в результате... Ну, в общем, было два таких полюса. Это из того, что я вспоминаю. Это была игра Дизельганс, которые не хотели и скромничали, но в итоге подались. И еще была игра Backbone, которая тоже там... Которая выиграла все, по-моему, да. И такие... Ой, мы подали заявку, но не знаем, насколько это этично. Если нет, вы скажите. Но мы уже подали. Ну, я всем сказал, что все окей. У нас нет такого... Да, все окей, на самом деле. Да, у нас единственное требование, чтобы до конца приема заявок, то есть 15 июля, игра не вышла в коммерческий релиз. Даже ранний доступ, даже там какое-то закрытое тестирование, это ок. Если она не продается, если она не в финальном виде уже где-то там на площадках, то мы с удовольствием ее рассмотрим. Я даже более скажу, если есть игра, которая вышла на одну платформу, но она будет отличаться на другой, ее делают там... Сделали на ПК, но делают сейчас на какой-нибудь там PlayStation. Ну, или мобильный, например, опять же, если делают. В общем-то, да. То пусть присылают, конечно. Ну, потому что, потому что действительно в прошлом году у нас из партнеров было там 6, по-моему, да, у нас было. Типа в этом году их уже 22. Издатели там, девелоперов и так далее. То есть имеет смысл, если игра еще не издана, а плюс... Ну, мы же знаем, нам-то спрашивают, типа, такой вопрос с подковыркой. Понимаешь, такой, а вот в прошлом году можете ли похвастаться, что получившие призы разработчики как-то там успешно развивались, там, и так далее, и так далее? Ну, да, во-первых, можем, это там можно пример переводить, я думаю, что мы тут еще вспомним некоторых. Но, кроме этого, нужно понимать, что наши разработчики настолько крутые, что... И некоторые настолько хардкорные инди, что я знаю, вот, что как минимум двое из тех, которые мне известно, получили многочисленные издательские предложения, но сказали, что, типа, мы... Нет, мы не будем. Мы, короче, будем доделывать сами, там, дальше на свои мы не хотим с издателем пока работать. Типа, закончим, подумаем, там, и так далее. А расскажите, пожалуйста, чем, может быть, связано такое решение? Ну, простыми словами, я имею в виду. Ну... Нежелание получить давление на раннем этапе или... Да, 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 да. Есть такое бытующее мнение среди разработчиков, оно иногда справедливо, иногда нет, что издатель придет, типа, даст деньги на разработку, предоставит какие-то условия контракт, но при этом начнет творчески давить. Ну, то есть начнет забирать творческую свободу и, там, рассказывать, что, типа, там, твоя вот инди-игра, это, короче, говно, типа, вот мы тебе сейчас расскажем, как ее коммерциализировать, и дальше начинается сцена из мультфильма Interstellar 555, короче, Daft Punk, где независимых музыкантов штампует бездушных роботов. Ну, вот так многие разработчики воспринимают работу с издателями. Это не так, но это понимание... Ну, так случается, слушай, как бы, то есть опасения иногда понятны, ну, да, по-нормальному, конечно, так... Ну, в смысле, если ты хоть как-то читаешь, там, контракт... Это второй вопрос, это уже другой вопрос, считай, контракт. Да, если у тебя игра уже на стадии разработки, там, хотя бы за вертикальным срезом, то так делать просто не будет никто. Ну, никто не будет подписывать игру, которая уже фактически сложилась как игра, и для того, чтобы ее полностью переделать. То есть в этом... Ну, не полностью, но ты же тоже наверняка сталкивался, что есть многие разработчики, которые болезненно относятся к любым правкам в билд, ну, вообще к любым, то есть там, грубо говоря, кнопку поменять другого цвета, им уже это вмешательство, ну, то есть... Поэтому, да, это одна из причин, почему они не спешат подписываться с издателями. Да, есть такие экстра-супер-творческие люди, которые такие... Нет, у меня в игре все будет комик-сансом написано. Я так решил... Таймсом, Нью-Роман, и все. Я так художник, я так вижу. Я так однажды поклялся. И поэтому будет так. То есть как бы вот, ну... Ну да, причины на самом деле вот обычно либо не хотят сильно перекраивать игру при необходимости, либо просто не спешат. Вот если мы говорим о хобби разработки, ему нравится он там делать. В этом году подался на конкурс следующий, там кому-то показал постепенно проект дорабатывать, дорабатывать, через 2-3 года там выпустил. Слушай, но есть при этом еще разработчики, которые... Вот из хобби разработки, но которым бабки не нужны, как бы... Ну, я в основном говорю про это, да. То есть нет смысла связывать себя с делкой, он не хочет ни по срокам быть обязанным никому, ни по там качеству, ни по какому-то креативному видению, да. Ну да, но при этом ситуация может быть сложнее. Они не совсем бабки не нужны, в смысле человек, ну, неблаженный, он там... Ну, он понимает про деньги. Но вот он, к примеру, делал игру там 4 года. Для хобби разработки это распространенная история. И там пока он это делал, у него в интернете, в каком-нибудь там его в сабредите или в каком-нибудь его в патреоне, да, там сидит там, ну, 40 тысяч человек, например. То есть которые эту игру как бы ждут. Это его аудитория, да. То есть он, в принципе, он может быть и рассматривает издателя как функцию с точки зрения там локализации, маркетинг, дистрибуции. Но он ожидания этих 40 тысяч людей вообще обманывать не хочет. Ну и в принципе он, наверное, прав в этой ситуации. Ну да, да. То есть ему какой-то аванс там типа издателя, он его там шатал, вертел. Ну, то есть как бы... Поэтому люди, да, люди, он дождется завершения разработки, когда с игрой ничего нельзя будет сделать, придет к издателю и скажет, нет, аванс на разработку не нужен. Типа там, хочу купить у вас дистрибуционный слот. И все. И это ему будет стоить 15-15% отравлению. То есть как бы в отличие от стандартной издательской сделки, которая может быть 70 на 30 или там 50 на 50. У меня накануне старта конкурса один сайт про геймдев. Мне задавали вопросы, в частности, про отношения победителей с людьми, которые дают им призы, да. То есть там вот, например, у нас фигурировали компании, которые готовы взять на себя роль ко-дева, да, то, что называется, соавторство, в соавторстве дописать ваш роман, как с ними регулируются отношения. То есть вот по опыту, по кейсам, которые уже состоялись, и вообще как правильно в этом смысле построить отношения с издателем. Потому что, с одной стороны, конечно, лям Грина получить в студию от МРГВ, это приятно, а с другой стороны, какие подводные камни? Совершенно те же подводные камни, как если бы эти студии и фонд встретились на конференции или договорились где-то в другом поле. Ну, то есть к конкурсу это не имеет, в общем-то, отношения. Мы тут выступаем площадкой, которая связывает людей с возможностями, опытом, знаниями и средствами, и студии, которые нуждаются в менторстве, в финансировании, в издательстве и в прочих вещах, которые могут предоставить компании крупнее. Подводные камни совершенно обычные. Нужно следить за условиями, внимательно читать то, что ты подписываешь и договариваться на берегу. Ну, то есть все то, что нужно делать в жизни, в бизнесе всегда. То, за чем нужно следить, хочешь ли ты отдавать долю компании, хочешь ли ты отдавать IP, хочешь ли ты иметь на себе креативный контроль, насколько ты хочешь делиться процентом, какая сторона вкладывает что от себя. Вот, если все эти условия соблюдены, устраивают, можно подписываться и работать. Ну, вообще проблем никаких нет. Если нет, то мы получаем ситуацию, когда разработчик отклоняет предложение и живет дальше. То есть наш конкурс — это возможность, это такой способ, в общем-то, получить в одном месте несколько предложений, выбрать лучшее. Если никакой-то из них не устроит по каким-либо причинам, никаких обязательств, разработчик может дальше вернуться, разрабатывать свою игру, искать другого напарника, податься к нам в следующем году, и все. Так же, как и компания-спонсор, может обратить свое внимание на другие проекты, если с конкретным не получилось. Слушай, а вот вопрос имеет отношение к прошлому, но я тоже хотел бы проговорить, там, ты многих разработчиков, ты говоришь, получить миллион в студию, там, типа, ну, и там, мало ли, как-то повлияет, да? Почему-то вот из старых времен принято считать, что, ну, люди с деньгами, они же литературно плохие всегда, ну, как водится, это такое. Раз с деньгами, значит, жадный. плохой. Украл. Ну, да, вот, и, как бы тут, ну, это заблуждение, во-первых, во-вторых, сейчас ситуация на рынке очень сильно поменялась, издатели, это не такие эго-маньяки, которые пытаются забрать игру, изгноить разработчика, закрыть его, там, все испортить, и поломать. А вот в реальности сейчас ситуация совсем другая. В реальности, например, тот же МРГВ и прочие фонды, которые предлагают инвестиции в студии, они на то и фонды, что они не хотят дать деньги для того, чтобы потом прийти и там вместо людей чем-то управлять. Но вообще в реальности мало кто хочет дать денег для того, чтобы прийти и чем-то управлять. Это очень затратно по времени, по ресурсам, и для того, чтобы такого действительно хотеть, надо быть, в общем, психопатом. Но большинство издателей нет. У них, наоборот, задачи такие, чтобы находить перспективные студии, давать им деньги для того, чтобы внутри те, кто уже показал, что они умеют что-то делать, могли масштабировать свои операции. То есть они могли там делать больше, лучше, быстрее, сильнее. И суть-то какая? Вот если по деньгам тоже считать, суть в том, что если вот вы стоите 5 миллионов, ну, например, чтобы стоить 5 миллионов, вам надо в год миллион оборачивать. И вам нужно расти. И приходит издатель, говорит, мы дадим тебе еще фонд, мы дадим тебе еще 5 миллионов, там, с половиной, но после того, как мы тебе дадим 5 миллионов, ты разовьешь операции таким образом, что ты станешь стоить 150. То есть таким образом вы получаете оба по 25 в какой-то перспективе. Это вот называется рост капитализации. То есть поэтому, ну и естественно, люди, которые вкладывают деньги, они хотят их вкладывать там в 10, 20, 50, 100 компаний, чтобы взорвать еще больше денег. То есть вот поэтому это очень простой, понятный, математически считаемый бизнес. А если говорить приложение к игровой индустрии, если вы делаете крутую игру, то люди хотят вам дать денег, чтобы вы делали 2 крутые игры. Или эту крутую игру там сделали еще более крутой. И стать частью этого успеха. То есть поэтому я, честно говоря, бы, ну не считал бы как-то издательский инвестиционный сектор такими этими толстосумами, которые приходят в студию, такие, мальчик, хочешь бочку варенья и банку печенья, мы тебе дадим, но тебе придется сдать всех твоих друзей и разработчиков. Но это нет, это не так происходит. Слушай, по поводу платформ, я немножко хочу вернуться назад. По поводу того, что игра вышла на одной платформе, еще у нее впереди там какие-то другие, сотрудничество все равно возможно. Расскажи, пожалуйста, о том, как Unreal сотрудничает, вот в рамках, как строится сотрудничество в рамках нескольких платформ. То есть вот игра заявлена на 4 платформы. У вас же там какие-то разные условия в зависимости от этого. У нас есть стандартные условия для одной платформы. Чем больше платформ, тем лучше условия. Все очень просто. Ну, то есть, оптом дешевле, розница дороже, если совсем грубо. Если так, то лицензирование помогает получить доступ именно к таргетированному саппорту на указанные платформы, доступ к Perforce, где у тебя разложены все версии движка, все в одном месте, тебе удобно, не надо нигде бегать, там это все искать. Для нас не имеет при этом особой разницы, насколько мы плотно работаем со студией, если она у нас подписана на одну платформу или на четыре. Мы всем стараемся одинаково уделять внимание, помогать тем, чем можем по бизнес-девелопменту, каким-то там продвижением, приглашению в участие с нами в разные движухи, интересные штуки. Но при этом, да, именно в глазах Эпика одна платформа, это вот отдельная сделка. Если комплексно мы подходим, то можно договориться на более гибкие лояльные условия. Вот, и при этом, напомню, что Unreal из всех движковой технологий это такое, одно из преимуществ, портитировать платформу на платформу очень легко. Доктор Fallout спрашивает, предупреждаю, что вопрос не по теме, но будет благодарен. Работает год в банковском QA, но мысль о переходе в геймдев QA не отпускает. Как же быть? Что стоит почитать или посмотреть? Буду благодарен любому совету, пишет нам человек. Ну, а тут банковский QA имеется в виду работа с софтваром банков на quality assurance, да, то есть, как бы на отдел качества. Предположим, мы срочно ответ не получим, но предположим. Но если, если, короче, если история такая, то в чем, в чем глобальная основополагающая разница между отделами тестирования и вообще процедурами тестирования между банковским софтом, ну и вообще софтом в IT и в играх. В одном, в одном из отсеков, которые про, про тестирование на стабильность кода, на устойчивость софтвара, на работу и так далее, разницы никакой нет. То есть, как бы вот в этом блоке тестирования абсолютно то же самое. То есть, компания, которая занимается тестированием, либо внутри, получает приложение, игру, которая запускается, с ней начинают проводиться разнообразные тесты на устойчивость, на какие-то баги и так далее. Пишутся баг-репорты, прописываются ошибки, которые часто повторяются технического качества. Второй сектор, да, он имеет отношение именно к игровой части продукта. То есть, зачастую компания, которая занимается тестированием, она получает, если она внешне, она получает какие-то спецификации, описание того, как продукт должен работать в запланированном. Исходя из этого, возможно, еще предоставляются разнообразные кейсы и сценарии, которые нужно проверить и отыграть в игре. Ну и для того, чтобы разбираться во всей этой, как минимум, терминологии, я сказал бы, что поверхностно нужно знать по поводу таких игровых элементов, да, как, в общем-то, и игровая механика, и дизайн, и UI, UX и так далее. Ну, потому что иначе будет очень тяжело входить в работу. Будут люди использовать, там, не знаю, всякие слова, определения, обороты, там, словарь и так далее, которые просто непонятно, о чем речь идет. То есть я почитал бы при этом бы вот про игровое тестирование, кстати, много, очень даже не статей, а не книга статей, и циклов статей, которые описывают, как это работает. В основе там все то же самое, там все те же в крупных компаниях, там все те же стандарты, качества, типа ИЗО, там и так далее. Вот, а именно в игровой части, да, там есть разнообразные отличия, то есть как бы надо тестировать, понимать, на что тестировать. Я бы так ответил, да. Я надеюсь, что мы поможем человеку, потому что сколько можно сидеть в этих банках, деньги пересчитывать. А вот есть хороший комментарий про издателей. Готовьтесь, готовьте ваши пакеты сейчас, готовьте. Издатель в 2020 вообще не нужен. Это Абуза и Дармоеды. Им интересны собственные проекты, на которые огромные бабки и вливают. Тысячу случаев слышал, как издатель предлагает разрабам работать вместе, а в итоге вкладывает ноль ресурсов. Как страшно жить. Мне кажется, я вот это вот, примерно эту фразу, только может другими словами услышу последние 10 лет каждый год. Ты просто только 10 лет слушаешь, мне кажется. Ну, да, это заблужденная оговорочка по Фрейду. Это, в общем-то, распространенная точка зрения. Издатель нужен для чего? Издатель нужен, во-первых, если у вас нет своего внутреннего маркетинга, если у вас нет внутреннего понимания, как продавать игры. Особенно, если мы говорим о фрит-плей, вам нужно понимать, как устраивать монетизацию, баланс. Хотя, это с одной стороны относится к геймдизайну, но с другой стороны, опять же, это все делается людьми, которые понимают именно, как продавать ваш продукт, и какие должны быть акции, какие скидки, какие ивенты в играх устраивать. Но это, в частности, наверное, сейчас ближе к мобильной фрит-плей разработке. Основная задача издателя — быть дистрибьютором вашего продукта, договариваться со сторами, про фичеринг, про промоушен. Делай так, что про вашу игру будут знать везде все, будут ее качать, показывать друзьям, повышать виральность проекта, то есть, нарабатывать аудиторию, помогать им ее продавать. Если вы это можете делать сами, окей. Однако, еще раз повторюсь, что если небольшая команда разработки игра рассчитывается только на цифровые магазины, если она при этом у нее уже сложилась комьюнити, вот так бывает, когда вы игру разрабатываете, или вы такой молодец, или повезло, и вы понимаете, что вас миллион человек ждет, то есть там вот уже, и вы собрались или выпустить онлайн какой-то, и у вас внутри есть базовый или маркетинг, или понимание, то издатель действительно дармоед. Вам не нужен издатель, когда он не нужен. Он вам нужен, когда он нужен. Ну, то есть все очень просто. Золотые слова. Да. Самурай с мечом и самурай без меча, как известно. Отличается тем, что самурай без меча и нет меча. Вот есть еще интересный комментарий о том, что издатели, внимание, у них других дел нет, и они стараются усложнить всю эту кухню, чтобы разрабам не хотелось окунаться во все это. консоли тормозят развитие игровой индустрии, а издатели стараются усложнить кухню. Издатель, наоборот, старается, для издателя, чем быстрее будет разработана игра, тем лучше. Ну, потому что чем быстрее бороться денег, тем они дороже. Серьезно. такая логика денег как бы. Извини, дополню к тому, что Петя говорил, вот, как замечание о том, что издатели слишком специально все переусложняют от издателей, комментарии такие, что разработчики затягивают разработку специально, потому что, как правило, издатели финансируют ее, ну, частично хотя бы. Поэтому вот они хотят подольше там посидеть и поковырять, и посопротивляться нашим личным предложениям, чтобы вот там 8 месяцев сидеть, грубо говоря, на зарплате. Что, опять-таки, тоже не так, потому что нормальный, адекватный разработчик хочет закончить выпустить проект. Нет, вот следующий, да. короче, понятно, что есть такие единицы, ну, такие, знаешь, ушлых, прямо опереточных злодеев и среди издательского и разработческого мира. Ну, мне кажется, это долго не живет тема. в смысле, ты очень быстро это видишь, но если это не совсем... Есть разработчики, которые подписывают создателям, там, одну игру начинают ее валить, а за те бабки, которые платят на зарплате, делать свою игру, которая им нравится, параллельно, и просто не говорить об этом. Вот такие есть. Очень неожиданный и хитрый вопрос. Такой, да. Что это за искусство, спрашивает Мэтт Галс, что подвергается влиянию вкусов посторонних людей. Начинается. Кажется, кажется, это важно, лезть в процесс игроделания и пытаться сделать игру, чтобы угодить вкусам публики, не есть лучшая идея. Надо читать голосом Эдварда Родзинского, мне кажется. Нет, так вот, дальнейший от Мэтт Галса комментарий. Тогда индустрия будет обречена на стагнацию и пережевывание одной и той же жвачки. Посмотрите, как проседают западные стандарты прав и свобод перед ожиданиями от выгоды на китайском рынке. Нечего сказать, Алексей. Просто признаю это. 43-й из подписки. Серьезно. Я понимаю, при этом тоже, откуда и здесь ноги растут. Я тоже 20 лет в индустрии и из которых я разрабатывал очень много. Я разрабатывал большую часть этого времени и был там на стороне разработки. Идеальная ситуация для издателя, когда они вообще не лезут в разработку. Когда они вот вообще, когда приходит разработчик с готовой игрой, которую он творчески выпистывал за свои деньги и говорит, давайте мы дистрибутируем и сдадим там маркетинг и все дела и так далее. Ситуация вот другая, когда приходит разработчик и говорит, у меня есть идея, дайте денег, которую я буду за эти деньги делать. И когда начинается вот эта вот история, когда издатель платит за то, что он уже как бы купил, а разработчик начинает на ходу менять свою идею, при этом настаивая, чтобы издатель дальше платил деньги, на котором он согласился платить за то, что он купил уже по описанию, вот тут как бы начинаются проблемы. То есть вот здесь проблема в каких-то изменениях и так далее. С другой стороны есть еще другие сценарии, когда издатель подписался с разработчиком и он предлагает изменить уже процесс, потому что он приходит и говорит, слушай, вот мы с тобой подписались год назад на игру, которая очень про культуры, про там есть у тебя в игре были там два тайных общества, одно с другим воюет, и дело значит, происходит все это в короче, в Дамаске, в Дамаске, в Дамаске дело все происходит, и у тебя одни, значит, у тебя были там, там, тамплиеры назывались, а вторые у тебя назывались Ассасины, но тут Ubisoft выпустил, не поверишь, вот то же самое. То есть, ну это же ситуация, в которой надо что-то делать, ну, ну как бы, да, ну, тебе надо, надо менять рыночь на что-то, тебе издатель будет говорить, что надо что-то менять, либо еще бывает ситуация, когда ты делаешь игру, которая, кто-то выпустил что-то очень похожее, но что-то, на что можно посмотреть, каким-то образом оттолкнуться от каких-то там мыслей, идей там и садаптировать концепт, который у тебя есть, чтобы еще достучаться к еще большей аудитории. Плюс ко всему большие игры, которые, да, вот такие в известном смысле простецкие, да, и предсказуемые, но при этом очень хорошо продающиеся, именно эти игры составляют фундамент игровой индустрии, они привлекают большие бабки сюда, а если здесь не было больших бабок, не было бы и маленьких бабок, понимаете, логи? То есть, это про курицу и яйцо, да? Ну, в смысле, это же я не к вам, вы-то понимаете логику, я скорее к зрителям. Ну, там же дело в взаимосвязи, вот появляется, вот продолжить аналогии, появляется там, не знаю, в стране 3000 кинотеатров, например, да, сколько может быть снято вот таких 20 блокбастеров, ну, сколько может быть снято таких блокбастеров в год? 10? Ну, допустим. 20, да, в потолке, а кинотеатры говорят, нет, это невыгодно, мы хотим показывать что-то круглый год, ну, типа индустрия говорит, ну, мы не можем снимать больше 20, это дорого, рискованно, никто на это не пойдет. Я говорю, ну, давайте смотреть на другие форматы, и развиваются другие форматы, развиваются четверг авторского кино, выходные, там, французского кино, там, и вот это все, то есть, и это позволяет развиваться всему остальному, потому что все, все взаимосвязано, то есть, как бы в играх точно так же, именно из-за того, что в какие-то моменты настолько на виду и популярность стали такие игры, там, как World of Warcraft, там, там, Call of Duty, наглухо коммерческие тайтлы и так далее, именно поэтому у нас есть платформа, у каждой приставки своя, именно настолько они дружелюбны к Индии и играм, именно поэтому у них у всех есть гранты, то есть, как бы именно поэтому все это живет и процветает. Если бы этих больших тайтлов конъюнктурных не было, всего следов тоже бы не было. Да просто аудитории бы в игровой индустрии не было бы. Именно большие игры уже по кругу, короче, идти. И события раз в полгода, конечно. Вот Фирман спрашивает, что ему интересно, подобные конкурсы, попытка схантить подающих надежды отдельных девелоперов или все-таки хотят найти интересные идеи и начать растить новые команды? Можно я расскажу вам? У нас, у нас у этого конкурса есть определенная миссия, просто я, мы сейчас, я думаю, разовьем эту мысль, но базовую инфу я дам. Каждый издатель, каждый фонд постоянно занимаются, там целые отделы есть людей, которые ездят на выставки, ездят на какие-то конференции, ездят на фестивали, смотрят, что там происходит, какие есть новые разработчики, которые еще не на хайпе в интернете, вот они только-только там начали делать игру, выискивают новые, свежие идеи и подыскивают для издания и для инвестиций, для инвестирования, подыскивают интересные проекты, которые позволят приумножить их благосостояние. То есть интерес с той стороны в этом, безусловно, тоже есть. То есть это не только разработчикам интересно, но и издателям. И задача, одна из задач конкурса разработчиков на Unreal Engine 4, который мы вместе с Epic Games делаем на Disgusting Man второй год подряд, состоит в том, чтобы избавить, выкинуть из этой цепочки вот этот процесс поиска, ну или как-то сократить время, что ли, и так далее. Теперь у нас все игры, которые в достаточной степени симпатичные, и разработчики которых в достаточной степени уверенности находятся в себе и в своих проектах, они собраны вот у нас на конкурсе. Вопрос был насчет того, что, я так понимаю, переживают некоторые, не будет ли хантинга какого-то сурового. Цель не в этом. Цель, как правило, сказал Петя, это свести команды разработчиков с создателями, фондами, тем, кто может чем-то помочь, своим опытом, экспертизой, советом, кодевелоптам, заказами на разработку, самыми разными способами. Мы ни в коем случае не позиционируем этот конкурс как какую-то ярмарку вакансий. Для этого есть гораздо более подходящие места, собственно, профильные сайты и профильные какие-то мероприятия, которые проводятся уважаемыми компаниями в нашей сфере. Если кто-то с кем-то договорится о сотрудничестве такого плана, хорошо, но это никак не стоит какой-то целью, и мы не опасаемся, честно говоря, никаких проблем с этой стороны, никаких нападок на команды, потому что у нас в жюри все уважаемые люди, мы всех компаний лично знаем, мы со всеми, Леша не даст соврать, мы с каждым членом жюри, с каждым представителем компании созванивались, и не по одному разу. То есть у нас были, наверное, недели две в феврале, в марте, когда мы проводили по 6-7 созвонов в день, и у нас с представителями спонсоров, когда мы объясняли, зачем конкурс нужен, кто там будет участвовать, как мы это все позиционируем. Я очень сомневаюсь, что какая-то крупная компания, которая у нас дает грант в размере 20 тысяч, придет и будет нагло хантить программиста, ставя под удар проект, который эта команда разрабатывает. Ну, это странно будет, да. Да, у нас конкурс другого уровня, все взрослые люди, все понимают, что не делают. Все давно друг друга знают, что тоже немаловажно. Все давно друг друга знают, что немаловажно, все знают, что тайно такие вещи никогда не происходят, через неделю все знают, это удар по репутации, поэтому я думаю, что все будет в порядке, вам не стоит переживать, что вы покажете свою игру, и у вас уведут ведущего дизайнера в наглую, украдут, через засла перекинут и увезут. Смотри, я добавлю тут еще, мы, короче, в рамках этой миссии, которую Петя описал, мы с полуфинала, когда останется 50 игр, мы знаем, что одна из проблем в налаживании диалога между разработчиками и издателями, наша команда, наша профессиональная команда, людей из Epic Games, из Gaston Man, Angry Electric Ship, прессы, там, наших разных людей с разными экспертизами, мы будем помогать в том, что мы умеем, это одно из лучшего, что мы умеем с точки зрения презентации того, что у вас есть. То есть мы, эти команды, мы прям обучим, мы сделаем каталог презентационный, мы расскажем каждому, как правильно показывать их проекты издателям, устроим нормальные, правильные презентационные смотрины, у вас товар, у них купец, вот это все. То есть все будет очень круто. в чате, в чате Евгений, значит, говорит о том, что офигенно дорогая экспертиза, о которой Леша сейчас говорит. Да, давайте немножко вернемся в русло конкурса и поясним на тему того, что вот какие-то партнеры дают денег, а какие-то не дают денег, и вместо этого что-то там помогать, какие-то эти, советики планируют раздавать. Это же тоже определенного рода заблуждение, что деньги и больше ничего мне не надо. А что, и потом делать будешь? Ты понимаешь, я вообще считаю, что вот эта вторая часть призована дорожек, как бы, ну, потому что деньги, что такое деньги? Деньги, бабки, бабулез, лавэ, капуни, понимаешь, понимаешь, это что? Деньги взял и потратил, ну, а может, а потратил и пожалел, бывает, да? То есть, как бы, а тут вопрос в другом, к примеру, есть издатель, который говорит, мы посмотрим на твою игру, мы дадим тебе фидбэк, мы тебе посоветуем людей по иксу, по дизайну, там, с нашей стороны, они тоже посмотрят, расскажут тебе, как сделать лучше, можешь делать, можешь не делать, но в процессе еще и научат своей многовековой экспертизе, так сказать, ну, многолетней, ладно, немножко приукрасил, то есть, там, они, и эти знания тоже будут уже вместе с разработчиком, и фишка в том, что это такой товар эксклюзивный, ну, в том плане, что ты не можешь, если у тебя просто есть деньги, прийти в издательство и сказать, эй, там, ты иди сюда, привет, ну, в смысле, это нельзя купить, да, это либо по сделке делается, либо никак, ну, давай, чирик, десяточку заплачу издателя, ты мне расскажи, игра у меня хорошая, плохая, там, как там, как дела, как дела, иди сюда, вот это все, это так не работает, ну, то есть, потому что никто не будет делиться такими знаниями, а здесь, как бы, мы складываем платформу, получается, в рамках которой, вот там, 1С выберет 5 проектов, которые они дадут прям в комплексную, развернутую экспертизу по целому ряду позиций, и это на рынке не купить, нужно сказать, более того, я думаю, многие догадываются, если вам дадут фидбэк на проект, который понравился, если вы его выполните и принесете с ним, то вас там же и сдадут, ну, так, ну, или сделают предложение, как бы. Как в героях, да, что вы выберете, деньги или опыт, все знают, что выбирать, абсолютно. Да, 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 да. А, вот, фирмен продолжает свой вопрос на тему хантинга, не хантинга, немножко расшифровывает посыл о том, что на его взгляд в ААА есть определенные проблемы со студиями, все чаще приходят новости о закрытии той или иной. Вот интересно, как молодую кровь ищу. Ну, просто здесь момент в том, что поиск проектов у людей это два очень разных процесса, которыми занимаются разные люди, отделы, вообще и направления. Ну, это просто по-разному работает. Там, к примеру, когда идет поиск проекта, выщутся, ну, какие-то там другие студии и внешние сторонние ресурсы, которые в состоянии этот проект сделать в студии. Разбирать студию не имеет никогда практически там на 99% никакого смысла, потому что проект ценнее по определению и в наличии студии, чем ценно. Если вы попробуете когда-нибудь открыть свою игровую историю, вы поймете, что вся сложность и куча ценностей состоит в том, что команду нужно сложить, сыграть и выпустить первый проект. Зачастую это занимает год-два, то есть, если эта студия выживает. И это всегда на плечах разработчиков. А потом издатель приходит, можно сказать, на готовое в этом смысле, и работает со студией, которая уже сложилась и не несет риска выпасти в первый проект. Ну, несет, но меньше существенно. И типа, из каких-то своих эгоистичных соображений предлагать там потянуть к какому-нибудь программисту или дизайнеру, ну, это глупо. Ну, в смысле, это с продуктовой точки зрения не имеет никакого смысла. Для этого есть, особенно в ААА-сегменте, о котором вы говорите, то есть, мы говорим о студиях, в которых, ну, хотят работать люди, наверное. Ну, потому что это ААА-студии, в них хотят работать люди. Там, из-за денег, из-за опыта, из-за плюшек там и всего остального. То есть, есть HR-отделы, которые составляют там запросы. И потом по разных каналам, по разным каналам этих людей ищут и этот спрос с предложением стараются соединить. Делают это рекрутинговые агентства, делают это, собственно, внутренний HR, там, референсы и так далее. Спрашивают, насколько Unreal Engine, такой тоже, в другую сторону уже вопрос, подходит для VR-проектов? Да, в этом году у нас есть категория, представленная сенсориумом. Они, конечно, как раз именно смотрят VR-игры. У нас уже упало несколько заявок VR. Конечно, их в абсолютном большинстве меньше. Прости, прощение за тавтологию. В общем, они есть, их немного, но мы будем, наоборот, в ближайшее время, опять же, когда подойдет уже какой-то первый рубеж по приему заявок, 15 июня у нас будет каждый месяц, мы будем опять подогревать интерес к этой всей теме и отдельно делать спор на то, что VR-проекты нам очень интересны. Unreal для VR-проектов используется, используется давно, много где, и я знаю лично ряд студий, которые очень успешно с ним работают именно в VR-сегменте. Поэтому, да, на конкурс всячески приветствуем, приглашаем участвовать, показывать игры, и технология отлично подходит. Тут еще нужно добавить, что почему так? Ну, помимо того, что мы, когда VR только появился как интерфейс устройства, у нас было очень много, ну, у нас был фокус достаточно серьезный в ту сторону, был, собственно, Robo Recall, был проект игровой на Unreal, который вышел там сразу. У нас есть партнерская программа с Oculus, я хотел бы сказать, что с точки зрения лицензирования, если вы делаете игру на Oculus Rift, то вы на вообще ничего не платите. Ну, потому что там Oculus Rift, там какое-то дикое ограничение, что первые 5 миллионов продаж, только после них вы начинаете платить, и это вот такое вот исключение в этом случае. при этом в Unreal очень много разрабатывают на Unreal не только игр в VR, но еще и разнообразных тренировочно-симуляционных приложений, поэтому это направление развивается там 7-ми милиными шагами. Я думаю, что для такого красиво выглядящего VR Unreal это лучший выбор. Сейчас на рынке. Вот, на этом мы с вами прощаемся. У нас есть определенный план, который мы будем придерживаться в течение всего периода. Запланировано больше 10 стримов, которые будут посвящены конкретно конкурсу. Сегодня был такой вводный лайтовый стрим. У нас будут всякие стримы со всякими спикерами. Мы будем играть в игры, в которые нам разрешат играть их авторы. Мы будем смотреть, как это делалось в прошлом году, но более разнообразно и более часто, чем в 2019. Так что 2020, конечно, я бы его, конечно, говном закидал в иных смыслах. Но в определенных смыслах он все-таки ничего. Спасибо вам огромное. На этом мы прощаемся. До свиданица. Всем спасибо. Пока-пока. Хороший вечер. Пока.